Здравствуйте! В эфире студия Факт. Новости в начале выпуска. Коротко о главном. Антипоэта готовится к новосельям. Данные дома мы начнем заселять уже людей по программе переселения загорельного жилья. Глава района Виктор Югай посетил строящиеся объекты села, а также проверил ход подготовки к зиме. Маршрут для нескучного вечера. Да все нравится, вообще так здорово. В Тазовском прошел тематический автоквест-туробзорочка. На Ямале этим летом появится 50 новых теплых остановок, 5 из них в Тазовском. А в Губкинском появилось современное пространство для отдыха горожан. Глава Тазовского района Виктор Югай посетил антипоэту с рабочим визитом. Он побывал в местной школе-интернате, на строительных площадках в селе готовится к сдаче, многоквартирные дома и детский сад, а также проверил ход подготовки к осенне-зимнему сезону. Подробности далее. Это была старая трасса. Они новые, так значит, делают, а мы эту сейчас срезаем, ее полностью отсюда убираем. Точка старта – детский сад площадью 1300 квадратных метров на 120 мест. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству. Весь материал завезен. Это наливные полы, шпаклевка, плиты, бордюр, игровые площадки. Внутри здания проведено электричество и полностью функционирует сантехника. Также на объект протянут интернет и установят камеры наблюдения. Как внутри, так и снаружи. Со слов подрядчика компании «Спецстройинвест» детский сад планируют создать в следующем месяце. Еще две новостройки в Антипуэте вот-вот будут готовы к сдаче. Это жилые дома. Каждый площадью 720 квадратных метров. И каждый рассчитан на 27 квартир. Также продолжаются интенсивные работы по благоустройству территории. Есть некоторые вопросы к подрядчику. Я думаю, мы этот вопрос возьмем на усиленный контроль. Уже дал поручение для того, чтобы мы с подрядной организацией более детально отработали графики производства работы. Далее посетил строящиеся дома. Два дома уже в высокой стадии готовности. Один практически готов. И я думаю, что после оформления всех необходимых соответствующих документов, в данные дома мы начнем заселять уже людей по программе переселения из аварийного жилья. В Антипуэте продолжают готовиться к осенне-зимнему периоду. В этом году подрядная тюменская организация «Контур» производит работы на сетях тепло- и водоснабжения. Уже на этой неделе на участке длиной приблизительно 40 метров завершатся все буровые работы. Из 156 свай осталось забить 19. На этом объекте задействованы две единицы техники. Это буровая установка плюс манипулятор, который подвозит и опускает трубы. И 10 человек задействовано в работе. Два водителя получается. Один водитель манипулятора, второй водитель и оператор буровой установки. 8 человек, способные рабочие, занимаются подсыпкой свай и заливкой полости труб раствора. Большой ремонт за три месяца был сделан. И в марте, в каникулы мы вернули детей сюда. В рамках обхода глава района Виктор Югая посетил еще и образовательные организации. Это действующий детский сад, который посещают 138 детей. И антипоэтинская школа-интернат. На сегодняшний день в ней обучаются более 530 детей. 173 из них проживают в интернате. Мы посетили учебный корпус антипоэтинской школы-интерната, где я познакомила Виктора Клементьевича с тем, какие были изменения внесены после реконструкции здания школы. В целом мы оценили состояние учебного корпуса. Увидели, что в основном в рамках подготовки к новому учебному году у нас косметические мероприятия и мелкий текущий ремонт. В школе полностью завершена реконструкция. За три года ремонтных работ в ней появились расширенные классные пространства. В этом году планируют добавить еще и молодежные, тематика которых будет зависеть от деятельности детей. В учебное время теперь работают медицинские и стоматологические кабинеты. На втором этаже спортивный зал заменен на актовый. Для физкультуры и тренировок детям построили современное отдельное здание. Попасть в него можно через теплый переход. Екатерина Зайцева, Денис Михайлов, Студия Факт. Накануне в Волгограде представитель Ассоциации ветеранов боевых действий Ямала Владислав Адянов получил в автосалоне «ВАЗ Патриот». Это первая машина из большой партии транспорта и техники, которая будет закуплена на средства, перечисленные членами правительства Ямала и команд глав муниципалитетов. Инициировал сбор губернатор Дмитрий Артихов, сообщив, что ООН и члены окружного правительства перечислят на нужды участников СВО зарплаты за месяц. Идею поддержали главы органов местного самоуправления. Их заместители всего удалось собрать 32 миллиона 800 тысяч рублей. Средства перечислили на счет региональной ассоциации ветеранов боевых действий. Первая ласточка «ВАЗ Патриот» передана ямальцам, которые несут службу в составе 92-го саперного полка. Полноприводная машина хорошо зарекомендовала себя на бездорожье. Еще две закуплены и уже направлены в Ростов-на-Дону для передачи бойца. «ВАЗ Патриот Транспорт повышенной проходимости, который зарекомендовал себя для работы в сложных условиях фронта. По бездорожью, я думаю, что ребята на фронте оценят проходимость, значимость машины. Объемный, надежный автомобиль». «От региона очень огромная поддержка. Спасибо губернатору, спасибо всем, кто оказывает эту материальную поддержку. Она очень действенна и очень полезна для нас, тех, кто выполняет задачи в Устове Костровом». В Ассоциации ветеранов боевых действий сформирована заявка на покупку большой партии автомобилей и оборудования для ямальских военнослужащих. Информацию о потребностях предоставляют командиры подразделений. «Это наше подразделение Кедр, Росомаха, Ямал, саперный батальон, Сибирь, батальон радиохимической и биологической защиты, который, кстати, в 2016 году здесь занимался ликвидацией сибирской язвы. Там проходит служба нашего военнослужащего из Ямала. Им тоже будем приобретать квадроцикл и ряд оборудований». 50 новых тёплых остановок появятся в этом году на Ямале. Тёплые остановочные комплексы устанавливают во всех муниципалитетах округа. Большинство объектов оборудованы видеонаблюдением, кнопкой вызова экстренных служб, Wi-Fi-модулями, разъёмами для зарядки телефонов и интерактивными экранами, где можно отследить автобусный маршрут и ознакомиться с афишей мероприятий. Места для установки павильонов выбирают, исходя из пожеланий жителей, в приоритете участки рядом с социальными учреждениями и с высоким пассажиропотоком. В Тазовском заработают пять новых павильонов. Лидером по количеству тёплых остановок в округе стал Новый Уренго. Здесь разместят 18 комплексов. На втором месте Селехард замыкает тройку на Ябрьск. Большинство тёплых остановок, размещенных на Ямале, произведены в Ноябрьске. Специалисты собирают модуль с нуля, используя преимущественно отечественные материалы. Всего с учётом установленных в этом году в городах и посёлках Ямала уже размещено более 200 новых остановок. Мероприятие способствует выполнению задач нацпроекта «Жильё и городская среда». Собрать карту округа, отгадать достопримечательности по координатам, придумать и снять видеоролик. Задачи непростые, но участники квеста туробзорочка, который состоялся в Тазовском, с ними успешно справились. Семь команд обычному диванному досугу предпочли досуг активный и сели за руль своих авто. Продолжение темы. Далее. В 18.30 у парковки молодёжного центра уже стоят несколько машин. Это участники автоквеста туробзорочка. Сегодня им предстоит с помощью логики и смекалки рассказать загадки и найти нужные локации для выполнения заданий. Всё, что необходимо – это автомобиль, сплочённая команда и хорошее настроение. Задача внимательно – посмотреть, как в порядке, и немного фотографии есть. Ага, понятно. Мы готовы. На заехать. Каждый экипаж, каждая машина – это отдельная команда. Их сегодня семь. Так же, как и локаций. И первая – 13 хранителей. Перед участниками – карта округа. Она разобрана, детали перемешаны. Задача – в максимально короткие сроки её собрать. Все этапы были привязаны либо к туристическим местам, либо о истории района и округа. Мой этап назывался «Туризм на Ямале». Им необходимо было разгадать шесть точек нашего округа по координатам. Это были такие, как гора Раис, Ледник Романтиков, Остров Белый, Горнокнязевск. То есть те, на самом деле, интересные достопримечательности, которые стоит посетить. Я стою на локации «Сквер влюблённых». Ко мне приходят люди и угадывают… Короче, название улицы соединяют с фотографией человека, в честь которого она названа, и информацией про него. Ой, да всё нравится. Вообще так здорово. Мы были в «Сквере молодожёнов», в «Сквере влюблённых» и в «Мерзлотники». Музей «Вечно мерзлоты». Вот отгадываем загадки. Сейчас приехали к Вауле и бежим на следующую локацию. Трёхметровая фигура знаменитого земляка появилась на берегу реки Тас осенью 2019 года. И сейчас на этом месте участникам квеста предстоит задача нелёгкая. Нужно придумать и снять ролик, который привлечёт как можно больше туристов. Я не знаю, это же Вауле, не нянг. На самом деле, это был крутой мятежник, который собрал 400 человек в команду. Они пришли даже в Сургут, дошли до Сургута, чтобы свои права качать там. Это очень классно. Это не то, что здорово, это очень весело, это действительно такой досуг. Мы должны сказать спасибо Тасскому. Спасибо молодёжному центру за такие интересные активности для молодёжи. Самый интересный, наверное, этап. Нет, ну все этапы были интересные и как бы запоминающиеся. Но нам очень понравился этап с вертолётами, потому что у каждой из нас, живя на севере, мы знаем о каких-то вертолётах. А тут нам надо было всё это структурировать и разложить по времени. Было очень интересно. Через час и десять минут после старта первыми к финишу приехали участники команды «Северный десант». Они стали обладателями сертификата на бесплатное посещение музея «Вечный мир злоты». Анастасия Голанова, Анатолий Чернышёв, Студия «Факт». В Губкинском появилась новая современная летняя зона отдыха – парк «Лет». В её разработке и установке непосредственное участие принимали сами горожане. Общая площадь территории парк «Лет» – около 100 квадратных метров. Навес выполнен из бруса и фанеры. Одна из стен навеса состоит из декоративной деревянной решётки, другая – глухая и украшена муралом с изображением семьи. Возле парк «Лет» также установлена уличная мебель, а для удобства посетителей-велосипедистов оборудована велопарковка. В рамках образовательного интенсива лидеры изменений активные губкинцы предложили идеи по благоустройству и с помощью архитекторов Общероссийской организации «Городские реновации». Проект был разработан и воплощён в жизнь. Где установить парк «Лет» также решали сами жители путём голосования в социальной сети ВКонтакте. Завершающий этап установка парк «Лета» для этого на площади у торгового центра прошёл необычный субботник – городская мастерская. Участие в нём приняли более 50 губкинцев. Под руководством профессионалов горожане собрали и покрасили элементы парк «Лета», расставили уличную мебель и высадили растения. Самые активные были отмечены памятными подарками и призами. Сегодня мы на славу потрудились и выполнили хорошее, так скажем, наше начинание. Это парк «Лет». Этот объект очень востребован будет у жителей. Здесь у нас очень большой пешеходный трафик, торговый центр, поэтому жителям будет где отдохнуть. Также вы видите, что у нас благоустраивается территория. Выполняется капитальный ремонт проспекта Мира. Будут выполнены пешеходные тротуары. Будут выполнены также отвод гривневых со стоянки и самой проезжей части. Завершил городской субботник спортивный фестиваль «Семейная команда», организованный участниками местного отделения движения первых, а также сотрудниками централизованной клубной системы. А какие места отдыха в поселке предпочитают жители Тазовского и чем любят заниматься в свободное время? Об этом мы спросили северяны. Вот какие ответы получили? «Работа у меня сейчас. Скоро отпуск, а там видно будет». «Гуляю у нас в речпорту, рыбу ловим, на птичек смотрим. Вот недавно прилетели лебеди, буквально позавчера. Два красивых белых лебедя». «Я работаю, дети на улице бегают. Мы же в чуме. Папа рыбачит, мы в чуме. Женщины. Это на все, весь чум на женщину падает. Пашем, в общем. Поехали теперь отдохнуть на море, погреться». «Не знаю, как все, наверное, проводят. Гуляю, хожу». «Ну, я в природе не был, пока вот на рыбалку съездил, ловил рыбу. Нормально тут, красиво. Очень люди тоже очень добрые». «Ну, в основном я провожу время на работе. Часто гуляю с детьми. Площадки новые очень нравятся. И детям, и родителям, которые, соответственно, следят, чтобы эти площадки были более безопасными». «Я гуляю, хожу пешком на автобусе. В прошлом году один раз только проехал, это пешком. Мне до работы в РДК сторожем. Сначала в ЦНК, потом в РДК сторожем. Гуляю в основном. Нравится поселок мне». «В основном работаю, гуляю по поселку. Прекрасный поселок, прекрасные люди. Хорошая погода. Правда, чуть комары мучают. А так все замечательно в основном». «Лето провожу очень круто. Вот в лагерь хожу, с первой смены уже отходила. С друзьями гуляю обычно так, просто хожу по поселку. Но обычно это площадка на пристанистской или около РДМа». Такова информационная картина дня. Самые актуальные новости о жизни Тазовского района вы найдете на официальном сайте студии «Факт». Смотрите наши выпуски и будьте в курсе событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok